Во-первых, я бы хотел поблагодарить президента Байдена за признание геноцида. Это важно для нас, это важно, чтобы чувствовать морально. Мы считаем, что не только признание, но и преодоление последствий геноцида, это первый шаг. Во-первых, признание любого геноцида, это отвращение новых геноцидов. Я думаю, что признание усилит чувство стабильности нашего региона. И во-вторых, я думаю, многие армянские семьи будут христианами. И следовать своей возможности о компрессации, частой компрессации, я думаю, по-моему, компрессации. А народу это даст наследство, культурное наследие, которое для нас очень важно. Будь это церкви, или другие памятники. В Армении прошлый год стал очень тяжелым, и ситуация уже сложилась. Горно-карапальки, земли. Вот сейчас, в Американстве, в какой-то армянке, радость, спокойно, знаете, эмоции. Эмоции, а театр, ждать? Все равно народ еще в подавленном состоянии, народ понимает, что это очень важно. Конечно, мы это будем, например, через два дня отмечать, но бурных эмоций пока не будет. Будут какие-то шаги припределения на трагу. Потому что, к сожалению, еще ситуация там неопределена. И до сих пор армянские военные призывы по военнопленным еще находятся. Вопрос нужно решить, потому что до тех пор, пока есть военный плен, военная мы не закончили. Даже переменили. То есть, де юре, но де факту. Естественно, армянская диаспора благодарна и признает важность этой ситуации. Но он не может радоваться, потому что армянские военные пленные до сих пор находятся в плену. Этот вопрос должен быть решен, чтобы народ как бы мог бы и не радоваться.